денис приветствую тебя привет торговая сессия четверга соответственно наша традиционная встреча когда мы обсуждаем рынке говорим о самых на наш взгляд интересных возможностях которые сейчас есть на них подсвечиваем друзья вам как раз то что их сейчас можно и нужно использовать и надеемся то что вы к этим рекомендациям прислушивайтесь конечно же ну что сегодня день благодарения в сша поэтому в целом можем сказать что лучше не настраиваться и не рассчитывать на какую-то супер крутую волатильность чтобы потом не расстраиваться но опять же следующей неделе это уже очень много макроэкономических отчетов заседание опек которое как мы знаем должно было состояться на этих выходных но вчера вот приняли решение его перенести на следующий четверг по моему кстати говоря у нас с тобой будет возможность вот обсудить буквально за несколько часов на следующей неделе нефтянку посмотреть на нее и подумать в принципе какие решения там могут быть приняты и как на все это отреагирует бренд и WTI ну за нефтью мы с тобой традиционно следим поэтому не оставляем наших подписчиков фолловеров и тех кто следит за контентом без информации сегодня один из предлагаю на таком спокойном рынке обсудить ну традиционный индекс доллара можем посмотреть на золото которое сейчас во всех сми и заголовках посвященным финансовым рынком что 2000 достигли проснулись этого уровня и все задаются вопросом что дальше правильный вопрос конечно же можем посмотреть также еще и ну про них я уже сказал евро если есть какие-то интересные паттерны тебя тоже будет неплохо подсветить давай начнем по нас меня индекс доллара как раз у меня открыт и перейдем на демонстрацию экрана так индекс доллара текущие котировки 103 . 50 мы видели что очень сильно рыночное настроение изменились на прошлой неделе когда были опубликованы данные по индексу потребительских цен и сам факт значительного снижения инфляции заставил конечно же трейдеров изменить представление о том как далеко может зайти фрс с ужесточением монетарной политики сегодня опять же по прошествии одной недели до на рынке сейчас выращивают идею того что фрс не будет повышать ставку и скорее всего раньше озвученных ранее сроков а начнет ее осмельчать монетарную политику я думаю то что это даже при самом оптимистичном сценарии произойдет не раньше второго квартала следующего года то есть снизить ставка до этих пор вот будет интересно и прежде всего нужно следить за риторикой федрезерва потому что именно того что дальше нам будет говорить руководство американского регулятора и в частности сам джерон пау от этого будет зависеть в принципе что будет происходить с курсом американского доллара сейчас 103.50 как я уже отметил это можно сказать многомесячные минимумы я думаю что индекс доллара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения потому что мы видим как сейчас не только изменились и рыночные настроения но и в целом предпосылки которые ранее еще как-то можно было бы рассматривать как поддерживающие факторы для доллара сейчас условий для роста доллара уже нет если фрс уже не будет придерживаться жесткой риторики значит доходность американских облигаций которые буквально две недели назад были на локальных максимумах они постепенно будут снижаться и соответственно это будет оказывать еще больше давление на доллар макроэкономическая статистика к релизам которые публикуются вот в последние дни есть больше вопросов поскольку заказан товар длительного пользования вчера мы видели просели резко на 5,4 процента прогноз предполагал снижение на 3,1 процент до этого был отчет по продажам новых домов в сша на вторичке на вторичном рынке недвижимости здесь спад на 4,1 процент и я думаю что вот как раз слабость рынка недвижимости она отчетливо и доказывает то что американская экономика плохо сейчас переваривает факт высокой процентной ставки потому что ставка влияет на ипотечный рынок целом и все это конвертируется вот в эти плохие показатели по продажам новых домов роничные продажи снизились этот отчет был опубликован на прошлой неделе тоже индикатор того что есть условия для дальнейшего снижения инфляции промышленное производство проседает в общем я пока что больше скептик скажем так отношение перспектив доллара и даже по рыночному сантименту сейчас я постоянно к нему возвращаюсь можно заметить то что очень много сейчас трейдеров скажем так толпа засела в рисковых активах продажи и это удерживает рисковые инструменты на локальных максимумах если предположить что рынок действительно всегда идет в сторону наименьшего сопротивления то есть у рисковых инструментов есть потенциал для еще пусть небольшого но все-таки роста и в таких условиях долларов я думаю что буду дальше поджимать это касается что касается пары евро доллар я думаю что там потенциал добавить до планки 1 10 сохраняется так что касается нефтяного рынка текущей котировки 81 30 вчера рынок поштормила буквально за считанные минуты мы увидели падение с 82 с половиной долларов за баррель до минимального значения там в районе 78 это очень много это по сути 5 процентов если перевести в какую-то там меру стоимости для этого инструмента но в отношении нефтянки мы уже привыкли к таким мощным движением поэтому я просто еще раз хочу подсветить друзья вы сами все видите здесь на рынке нефти нельзя сейчас работать с большими объемами которые или по крайней мере объемы с которыми вы работаете должны быть соизмеримы с вашими возможностями возможностями ваших депозитов обязательно соблюдайте риски потому что даже без плеч мы видим что несколько процентов в день это абсолютно нормальные условия сегодня нефть снова выкупают опять же вчера реакция вот это мощное снижение было вызвано тем что страна опек приняли решение перенести встречу с этих выходных на следующую неделю опять же появились теории заговора что страна опек не могут договориться прийти компромиссу почему они перенесли встречу и так далее в этой каши сейчас твориться не нужно давайте просто ждать следующую неделю когда соберутся участники аналитического пакта мой посыл следующий что я не думаю что страна опек позволят котировкам дальше сильно снижаться и они наверное должны сделать все возможность чтобы вернуть все цены там в районе 85 потенциально даже повыше чтобы это сделать нужно убедить рынок в том что участники аналитического пакта будут дальше сокращать объем нефтедобычи или убедить готовности сделать это если потребуется поэтому я оптимист в отношении нефтянки для них кстати будет очень интересно послушать свою точку зрения потому что хочется понять как с точки зрения техники вот сейчас уровня подсвечивают какие возможности но я полагаю что разворот все-таки может произойти и жду бренд снова в районе 85 долларов за баррель и пару слов буквально про рынка драгоценных металлов золото 1995 долларов за тройскую унцию я думаю то что выше 2000 мы окажемся ну во первых мы повторно протестируем этот уровень золото ну просит чтобы оказаться надо этим рубежом нужно просто дополнительное топливо катализаторы какие-то более значимые лизы как нежели чем те которые были на этой неделе поэтому придется ждать уже следующую пятидневку но учитывая то что корреляция между золотом и индексом доллара сейчас снова на очень высоком значении учитывая то что доходности американских облигаций снижаются и рейншный сантимент у нас указывает на то что толпа 70 процентов почти 70 процентов трейдеров сейчас золото шортит я думаю что будет еще один проброс вверх и может быть даже мы нацелимся на прежний максимум в районе 2050-2070 долларов за тройскую унцию здесь ланговые сделки в приоритете и не слова тебе так отлично ну что ж с технической точки зрения то что сейчас покажу очень тесно коррелирует с твоим фундаментальным мнением вот поэтому сразу же сделаю показ и и покажу все эти моменты так сейчас загрузят экран пока грузится все видно отлично и так значит касательно евро по евро у нас крайне любопытно самом деле ситуация вчера цена протестировала очень сильный диапазон вот здесь вот поддержки то есть это тот профиль который был сформирован еще на прошлой неделе то есть это профиль который на протяжении вот текущего роста начиная еще даже в районе 105 15 приблизительно с тех границ у нас было ключево профильное накопление вот в этом диапазоне и рейтинговое профильное накопление вот здесь вчера цена вот прям точечно красиво протестировала эту область также оранжевые круги это области опционного месячного хеджирования плюс еще и уровень проторговки по опционам районе 1 0 8 30 я вчера как раз вот с подписчиками закрытого канала решили все таки так вот рисково пускай даже немного сниженным лотажом но попробовать купить вот на вот этом отскоке вниз потому что основная область проторгованного объема сочетаемая также с опционными границами это как раз вот 1 0 8 20 1 0 8 60 если округлить и также у нас 1 2 маржиналка поддержки тоже цена вот сюда сходило это в районе 1 0 8 80 1 0 8 70 диапазон и как раз закрепилась немного выше то есть по итогам торговой вчерашней торговой сессии на цены закрепилась немного выше и сегодня так как не ожидается особо какой-то сильной волатильности то так как день благодарения в штатах то соответственно у нас будет вот в этом диапазоне приблизительно цена дергаться даже сейчас начала небольшой такого локальное снижение в целом я думаю что еще раз то могут где-то 1 0 8 80 протестировать и в целом то есть направленность вверх у нас пока что не менялась пока цена не закрепится под уровнем 1 0 8 20 у меня основное приоритетное движение по-прежнему направлено вверх вот так что здесь в принципе у нас с тобой получается как бы полная корреляция в плане анализа и да и да я тоже целюсь в район приблизительно 1 10 по опционам здесь даже 1 10 10 1 10 45 находится очень сильное сопротивление плюс еще и стратегический уровень сопротивления попадает в район 1 10 35 что касается индекса доллара ну он естественно в противовес по индексу доллара еще на открытом канале публиковал здесь отскок снизу вверх который вот ждал как раз вот от этой зонки а он благополучно здесь сформировался то есть это небольшая такая область поддержки сформирована между вот этим уровнем локальным раз и вот этим вот два то есть я могу сказать что это прям сильная область но какое-то локальное движение да здесь вполне могут дать и его принципе дали цена подошла вот в область предыдущего накопления там с очень-очень маленькой погрешностью и начал уже формировать отскок вниз то есть я не могу сказать насколько глубоко цена может прийти вниз но как правило в таких случаях частенько тестируют вот эти вот нижние границы то есть близлежащие области поддержки они достаточно часто на самом деле ценой тестируются поэтому я думаю где-то 102 885 здесь тестирование как раз произойти может и в противовес так как доля евро пятьдесят шесть процентов в индексе доллара то соответственно здесь уже вверх на переходе то есть у них есть а по экстремам небольшая такая вот погрешность потому что если евро например добила до вот это вот основной области то это же область которая находится по индексу доллара она как раз вот здесь вот подсвеченная и нижняя граница там но если даже округлить что где-то стоит 104 10 начинается вплоть до 104 40 в общем по индексу доллара я за обновление минимум после этого отката который вчера предположительно уже мог завершиться что касается золота вот по золоту и очень любопытная ситуация здесь немножко двояко но у меня есть четко и приоритетное движение и альтернатива значит приоритетным движением является у нас продолжение роста значит продолжение роста буквально могло как раз со вчерашних минимумов состояться дело в том что вот этот анализ я для закрытого канала делал еще вчера когда цена только сформировала в эту черную свечку вниз и здесь какая основная идея что если у нас движение вверх приоритетно то сейчас цена вот находится в области контроля маржинальной зоны и также в области такой небольшой вот она оранжевая звонка это звонка вращения и с этой вот области вращения есть на самом деле предположение о том что могут дальше все равно прострелить вверх то есть в район 2050 здесь мы четко видим по опционам сопротивления это диапазон 2040 2050 который является приоритетным для роста золота но нужно быть крайне осторожным потому что там уже мы прекрасно помним на чем золото росло то есть больше на геополитических рисках плюс закладывали еще по опционам в августе месяц и рост выше 2000 то есть этот рост был заложен еще за где-то два месяца до того как он состоялся и сейчас что самое интересное у нас принципе верхний диапазон они по-прежнему удерживаться но и начинают потихонечку потихонечку заходить хеджевые опционы то есть с точки зрения локального падения и также объявили что после 24 ноября как раз так интересно совпало после черной пятницы сахал то есть армия израиля объявляет о прекращении огня в газе и соответственно то есть с рискового актива начну потихонечку выходить но это опять таки если не произойдет каких-то форс-мажорных обстоятельств потому что вообще прогнозировать что-то связанное с войнами это крайне неблагодарное дело и с 2022 года мы лично в этом убедились поэтому предварительно до после 24 прекращение огня если это произойдет соответственно рисковый инструмент может как такого как золото может потерять свой интерес в глазах инвестора и в таком случае я как раз сделал для себя вот альтернативный сценарий но он сработает только в том случае если цена сможет закрепиться где-то в районе 1965 долларов за унцию и связано с тем что будет перекрытие локального сегмента и тогда можно будет уже после коррекции продавать сейчас продавать но это как игра в угадайку повезет не повезет потому что до область в районе 1995 это вот прямо там где сейчас находится цена это локальное сопротивление да но сработает ли она неизвестно то есть могут запроса и продырявить дальше вверх так что с таким с таким раскладом я бы конечно предпочел оставаться пока что вне рынка по золоту потому что для входов на покупку у нас слабая весьма коррекция и для входов на продажу у нас еще нормальных консервативных условий на данный момент не создана то есть для продажи я бы рекомендовал вот такую структуру дождаться хотя бы перекрытие вниз в район 1965 а потом уже полноценное снижение в район приблизительно 1920 вот но приоритет пока что направлен вверх так что здесь синергичное пожалуй движение также как из евро что касается нефти нефть конечно вчера пощекотала нервы я очень-очень хотел покупать от уровня 75 изначально но когда увидел вот такой импульс не скажу честно испугался потому что но импульс сильный импульс сильный импульс серьезно но когда начал тем более еще не был в тот момент возле графика возле компа поэтому приходилось все дела с телефоны когда я увидел что по сути основным триггером для снижения являлась просто отсрочка переговоров стран членов картеля опек плюс то я понял что да ну это чисто спекулятивное движение вниз обычно вот такие спекулятивные движения которые на но они ничем не подкреплены абсолютной серии испугались все то есть но что это движение это ни о чем и соответственно когда это понял то сразу уже тоже ребятам закрыто написал что это движение спекулятивно его скорее всего будут выкупать но нормальной точки входа на самом деле не было то есть но это было опять таки повезет не повезет там для творения 74 75 на водку этот откуп мы получили и что самое интересное цена закрепилась гораздо выше от 1 2 маржинальной зонки поддержки так вот какая у меня идея что если цена сформирует новое локальное такое коррекционное снижение вниз в область приблизительно приблизительно 74 75 то с этой области ну я бы рекомендовал на самом деле рассматривать покупки потому что с 26 на 30 ноября перенесена встреча членов опек плюс и там опять таки была спекуляция на том что встречу перенесли потому что с африканскими странами были разногласия с точки зрения добычи нефти саудовская аравия хотела то есть продвигалась на идею суммарного сокращения добычи на 1 миллион баррелей нефти в сутки поэтому соответственно не все страны члены опек плюс согласились на это условие но я думаю что не продавится и саудиты как одна из ключевых стран по добыче нефти продавят эти условия если это действительно так то котировки в нефти получат достаточно хороший импульс подтверждения по опционам уже закладывают вот как раз кстати говоря со вчерашнего дня закладываю достаточно активный рост в район 82 то есть по опционам здесь очень четко на 82 просматривается рост поэтому я думаю что потенциал будет хороший и даже здесь риском 150 тиков есть потенциал движения ну хотя бы тиков на 650 700 вверх то есть как минимум четыре четыре с половиной к одному здесь на могут дать но опять таки эта сделка достаточно рисковая потому что зона вчера по пути вот этого восстановительного роста не было но с точки зрения фундамента то и по технике тоже частично то здесь все таки мне лично больше импонирует конечно рост в район приблизительно 82 доллары за баррель по нефти марки в этой слушай ну прекрасно прям полная корреляция фундаментального технического анализа остается только наблюдать за тем как этот анализ себя отработает денис огромное тебе спасибо что разобрал рынки со мной что представил свою оценку текущей ситуации предложил опять же конкретные ориентиры ну давай тогда ждать уже постепенно следующую неделю новые триггеры что-то за нефтянка как я уже отметил мы с тобой понаблюдаем буквально в четверг соберемся перед самой встречи опек прикинем как рынок может отреагировать на любой сценарий тех решений которые будут приниматься и конечном счете озвучены вот денис еще раз благодарность хорошего тебе закрытия недели ну как всегда классных входных спасибо да да спасибо большое тебе тоже отличного завершения недели и тем более у нас неделя такая уже завтра сокращенный день штатах сегодня еще праздники так что с праздниками пока спасибо пока пока